Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 23 тура серии А Аталанта на поле. Встречаются седьмая и шестая команды текущего сезона. Очные матчи. В последних десяти очных матчах команды семь раз играли на обе забьют дай, семь раз на тотал больше. У соперников по четыре победы при двух ничьих. Последние два очных матча на своем поле Аталанта выиграла. Статистика команд. Аталанта в последних десяти матчах имеет пять побед, четыре ничьих, одно поражение. Наполе в последних десяти матчах имеет четыре победы, одну ничью, пять поражений. Аталанта не проигрывает в последних четырех матчах. Последние четыре домашние матча отыграла на тотал больше. Наполе проиграл пять последних выездов. Как видим, в последнее время Аталанта чуть чаще играет результативные матчи. Наполе играет нейтрально в плане результативности В минувшем туре Аталанта выиграла 1-0 у Кальяри Кальяри пропустил на 90-й минуте Все решило индивидуально мастерство Мурьеля Который дриблингом прошел двух защитников и точно пробил в ближний угол У Кальяри появилась надежда на спасение ничьей После того, как судья указал на точку через несколько минут Но после просмотра ВАР отменил свое решение Наполе с таким же счетом выиграл у Ювентуса Все решил в пенальти забитый Инсини на 30-й минуте К Елене в борьбе за верховой мяч заехал в лицо соперника рукой И судья поставил точку после просмотра ВАР Во втором тайме у гостей был вагон и маленькая тележка моментов, чтобы забить гол Но выше всяких похвал отыграл Мерет В матче первого круга Наполе разбило Аталанту 4-1 В начале февраля соперники играли в полуфинале Кубка Италии В Неаполе была ничья 0-0 В Бергамо выиграли Хозяева 3-1 В четверг Наполе проиграл в Лиге Европе Гранаде 0-2 Хозяева забили два гола в течение двух минут в середине первого тайма После чего наглухо закрыли свои ворота Аталанта будет играть на следующей неделе первый матч в Лиге Чемпионов с Мадридским Реалом Наполе надо будет ликвидировать Гандика в два мяча против испанцев Очень сложная задача Походу Аталанта должна бы иметь преимущество в свежести Сейчас у команд по 40 очков И ничья не устроит ни одну из команд в плане борьбы за зону Лиги Чемпионов Аталанта показывает в последнее время более стабильную игру Только одно поражение от Лацо Наполе проиграл Дженуа, Вероне и Специи Плюс к этому у Наполе длинная выездная серия поражений Обе команды свои предыдущие матчи отыграли на 1-0 Это несколько повышает вероятность результативного матча Наполе откровенно отскочил в игре с Ювентусом На выиграх с Аталантой и Гранатой все сложилось не лучшим образом для неаполитанцев У Наполе в этом сезоне только одна ничья 1-1 старина Аталанта не побеждала в трех последних домашних матчах Тут вроде бы как и должна бы уже состояться победа хозяев Но и пятое кряду выездное поражение для Наполе будет наверное перебором Шестое, не пятое, а шестое поражение Однако и выиграть Наполе имеет немного шансов Как бы получается ничья В последний раз в ничью команды играли на поле Бергама 6 матчей назад В 2014 году В общем-то достаточно большой срок Который является веским основанием для того, чтобы ничья снова состоялась Здесь, как и в матче Милан-Интер Можно ждать низового варианта развития событий в матче Аталанта низовые матчи обычно играет с сериями Из связки вставок тотал меньше обезобьют до ничья Самый высокий коэффициент стоит на ничью 4-10 На тотал меньше 2-37 На обезобьют до 1-58 Конечно, трудно представить, как в этом матче одна из команд может не забить В отличие от игры Милан-Интер Где соперники примерно половину своих очных матчей играют нулевыми В паре Аталанта-Наполе нулевые игры проскакивают относительно редко Поэтому обезобьют до выглядит наиболее надежной ставкой из предлагаемых У Наполе две последние игры на обезобьют нет В этом сезоне Наполе еще не играл три к ряду нулевых матча Поэтому ставка на обезобьют да Очень перспективна, хотя и имеет невысокий коэффициент Однако у вас может быть иное мнение на этот счет На этом все, дядь Юра верит, что у вас все получится Всем оптимизма и удачи, и будьте здоровы!